Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец и сегодня продолжаем прохождение Battlefleet Gothic Armada. В этой серии нам необходимо уничтожить еретиков, предателей, которые терроризируют один из наших миров, напасть на их флот и разнести их в щепки. Прежде чем начнем, давайте-ка все-таки купим крейсер. Мы можем его открыть. Опасно, конечно, потому что противник будет также иметь, скорее всего, крейсер, только более мощный, чем у нас. Я уже в предыдущей серии об этом говорил, что искусственный интеллект здесь получает корабли всегда лучше, чем вы, более опытные. Заметьте, какой опыт будет у него сейчас в бою, у капитанов, там, у адмиралов, и какой будет у нас, там, 2-3, 1, а у него будет 4, а может быть даже и 5. Вот мы разблокируем слот под крейсер. Покупаем. Тут есть несколько сразу вариантов. Диктатор, готик, доминатор, тарант и лунар. У каждого из них свои характеристики. Даже не знаю, какой из них тут лучше взять. Ну вот усредненный вариант, неплохой, кстати. Тарант. 152 очка на развертывание, плюс у него есть плазма-макробатарея. Несколько штук есть носовые торпеды. То же самое, что у диктатора, только у диктатора имеется ангар для того, чтобы запускать истребителей, бомбардировщиков и прочие корабли более мелкие для обороны крейсера. Но он стоит 157 и у него макробатарей меньше. То есть он как раз вот именно на дистанции в ближнем бою будет хуже, чем тарант. И больше стоит. Давайте-ка вот его возьмем. Вот так он выглядит. С здоровенной елдой на носу, которую он может таранить, я так понимаю, корабли. Ну, может быть, даже и попробуем за таранить, я не знаю. Но я предпочитаю все-таки дистанционный бой, потому что при таране несет урон каждый из кораблей, которые сталкиваются друг с другом. Ну, красивый, мощный. И это еще далеко не самый большой корабль в игре, который можно обвешать, будет разными ништяками. Плохо то, что у него первый ранг капитана. Здесь мы сразу на него навешиваем защиту, наверное, дополнительную. Сверхпустотный щит. И для урона... Такс. Вот стать с бомбой неплохая штука. На 15 секунд она замедляет все корабли, которые попадают в ее действие. То есть в этот момент можешь как раз навестись торпедами и в бочину с нескольких кораблей зарядить вражескому, пока он там стоит. Ну, вот вроде как бы и все. Переходим, давайте, снова в готический сектор. Сейчас нанесем по еретикам удар. Сражение крейсеров. Вражеский флот терзает соседнюю систему. Если мы немедленно атакуем, у нас появится возможность сократить присутствие противника в готическом секторе. В 60-м получаем, если побеждаем. 30-й, если проигрываем. Ну, тут, соответственно, 30-15% от уничтоженных вражеских кораблей или поврежденных. Так, уничтожьте или заставьте вражеский флот выйти из боя. Флот противника состоит из имперских судов. Окей, погнали. Это дополнительная миссия. Тем не менее, расчистим сектор от любых проявлений ереси. Берем наш крейсер, берем наш корабль поддержки. И берем, я думаю, вот еще одно эскортное судно. 39 как раз тачков оно стоит славы. И мы в ноль набираем наш флот впритык. Неплохо. Что ж, за императора. Да обратятся в пыль, еретики. Пять вражеских кораблей. Прелестно, что я могу сказать. Где тут у них идет самое максимальное вскопление? И довольно далеко они идут. Надо бы выцепить их по одному. Продолжение нормальных функций. Светить бы. Это добро. Давайте по центру выстрелим. Вот так вот он идет. Еще отсюда кто-то ползет. Разобраться с ними нужно поодиночке. У нас здесь есть неплохое укрытие в виде газового облака. Три против пяти. Это серьезное дерьмо, однако. Я не думаю, что там сильно много крупных кораблей. Раз их пять. Два, наверное, будет легких крейсера. Остальные корабли поддержки. Если у них будет тяжелый крейсер, то это будет уже перебор. То есть такой же, как у нас. Да, отлично. Сразу двое идут. Я правильно запустил. Не видел я один из кораблей здесь. Четыре идут отсюда, один идет сзади. Вот если это мелочь, надо быстрее с ней разобраться. А вот крупного надо найти, где у них флагман. Может быть, даже перед нами идет. Сейчас посмотрим. Так, это мелкий. Вроде как бы, да. Следующий. Смотрим. Должен тоже маякнуть. Так, вот этот вот не мелкий. Это легкий крейсер. Ну, у него 600 всего хп. Он достаточно слабый. Против нашего крейсера. Но если есть еще несколько таких, то это будет уже опасно. И ранг, смотрите, видите, 4. У нас максимально ранг у корабля это 2, а у него 4. То есть вот она максимальная сложность. Герой. Погибнем же героями или праймерисиков. Вратно в варп. Так, этот летит. Нас пока не видит. Летит навстречу нашей ловушке. Огонь. Так, вот теперь у нас заметил. Пора стрелять. Берем мелкого хроника. Я даже не знаю, торпеды запускает. Сейчас не запускать. Ну, давайте выстрелим. Может быть, попадем или по первому, или по второму. Заодно здесь так же. Вот они под таким перекрестным огнем, оказывается. Ждем. По нам торпеды запустил. Такий кусок дерьма. Полная мощность двигателей. Маневр уклонения. Вроде должны пройти мимо. Да. Поворачиваемся. Прямое попадание. Думя. Компедами идут вроде бы на крейсер. Какие там у тебя способности-то есть? Насмешка. Это не сильно нам вредит. Да, должны попасть. Хотя бы одна. В Наси Арчику ему хорошо вошло. Огонь. Можно сейчас прям в упор практически расстрелять. Разворот. Еще один крейсер. Прелестный. Двое. Два вот таких вот средних и полно мелочи. Ну, один мелкий практически у них уже уничтожен. Думаю, наш добьет его. Товарищ. Надо только уйти из-под обстрела вражеского крейсера, который сфокусился по нему достаточно жестко. И еще один четвертого ранга. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Отлично. Резкий разворот и в упор стреляем торпедами. Попал встать с ловушку нашу. Поправляйся, варп, еретик. Сейчас все шесть торпед ему в бочину. Пойся с миром. Нормально вошло. И другим бортом мы ему еще и дополнительно навешиваем. Включая щиты дополнительные. Здесь тоже можно сделать маневр и сейчас засадить в бочину. На наши корабли поддержки набросились сразу двое. Ладно, пока пускай отвлекаются. Мелкие корабли для нас особо угрозы не представляют. Главное разобраться с крупными, а дальше дело пойдет. Корабль поддержки это всегда мясо. Нас подожгли, ремонтируемся. Твои ордеры. Твои орды. Твои орды. тридентные системы. Две заходят. Отлично. Установили мы щит. Мы империал-нави! Мы империал-нави! Нормально вернулись. Точнее, мы не увернулись, они пошли без урона практически. Так, прячем нашего мелкого на полном ходу. Можем увеличить дистанцию, чтобы он палил с большего расстояния по врагам. Можем сейчас знать, что сделать. Если мелкий у них не успеет развернуться, мы его можем просто впечатать себе в борт и он... Отлично, хорошее попадание. И он развалится от удара, если не успеет уйти. Сейчас полная скорость, надо ему отрезать. Возможности в манёврах. Нет, он разворачивается, не дурак. Спел. Уходим, резко уходим. Тут астероидное поле. Влево. Секретная скорость. Крусовая скорость. У нас есть торпеда, но он уйдёт из-под огня. Хотя мы можем выстрелить в упор, и сейчас его... Или нет, всё-таки и врежемся. Давай, 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 полный ход и... Будет столкновение или не будет. Успел затормозить. Смотрите-ка. Крузинг-спейд-сет. У него еще и свои попадают с другой стороны. И в упор мы его сносим. Продолжение нормальных функций. Отлично, минус один. Возвращение. Теперь займемся все-таки крупным. Резкий разворот их с горпидами. Если сейчас еще войдут хотя бы несколько штук, он будет практически уничтожен. Продолжение следует... Продолжение следует... Огонь. Хорошо, вошло. Уничтожим расстояние снова. Хотя мы можем из трех тысяч попасть. Ох, сейчас как он может нам навернуть. Своего правого борта. По кораблю поддержки. Успеет выстрелить или нет? Так, не успевает. А вот мы можем сейчас с разворота ему всадить торпеды. Почти. Так, 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 и вот получай. Тебе мой ответ. Мы империальная область. Активируем тактические когитатели. Для империума! Активируем тактические когитатели. Для империума! Ладно, от них оторвали, давайте займемся другими. Здесь надо растягивать их сил, их слишком много. Балят со всех сторон. Еще одна попутка запуска... ...корпед. Серьезно, у нас поврежден уже один из кораблей. Плохо. Проваливается молниеносный удар. Проваливается молниеносный удар. Проваливается. 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 Торгет закреплен. Да, адмирал! Активируя тактические договоры. Да, адмирал. Торгет закреплен. Торгет. 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 Торгет закреплен. Торгет закреплен. Торгет готов! Стазис-бомбу. Надо для начала приблизиться и догнать его. Установить щит. Торгет закреплен. Торгет закреплен. Удивляя закреплен. Так, сейчас может быть неплохой выстрел с торпедами, которые заставят его наконец-то уйти в арп. Сразу минусуем один. Крупный. Активируя тактические договоры. Активируя новое вето. Лови. На вашей командой. Активируя новое вето. Так, он пытается вроде бы активировать варп двигатель, и надо его сбивать. Да. Наталья закреплен. Может попробовать их в ловушку на мины закинуть своим кораблем поддержки. У нас бунт на корабле. Для императора. Для императора. Резумяя нормальные функции. Я Olá relaciones. Собирайте кiberамическим ароматом. Я это там специальные entenduстики. Я возможно взлетаю. Активируя новое вето. Активирую копит twitter верф hav. Требина готовы. Продолжение следует... 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 Вступайте в нашу группу ВКонтакте И оставляйте свои комментарии На сегодня все, с вами был Крестоносец Всем удачи и до новых встреч, пока-пока